Вбрасывание в зоне Салавата Коваль выручил, и тут же ответ Салавата Юлаева, бросок Игоря Скороходова с дальней дистанцией, смотрим повтор эпизода у ворот Ковалья, Джериндж пас на Бичевский, Сапичевский с на Абукарца, но Коваль успевает переместиться и подставиться под эту шайбу, а этот игрок обороны, новичок, я не хочу сказать, что это плохо, но просто такой факт, такой факт, что через этого игрока довольно много строит Рига, а вот сейчас Микс Индрашин, Микс Индрашин открывает счет рижским голам в этом матче, и пятое большинство когда-то должно было уже Динамо-то реализовать, вряд ли мы можем себе представить, что это команда серьезного уровня с классными мастеролитыми игроками, но Масальский спроведя там буквально месяц в составе Попорда приехал на Олимпиаду, и на Олимпиаде проведет себя в выдающейся просто, но вот зря, наверное, говорил про Масальскиса и про то, как он хорошо выступал за сборную Латвии, тут же пропускает он шайбу 2-1, Слава Дилаев выходит вперед, расторен Артис Аблс и Альбинского Динамо, ну а шайба на счету антиперестрима, работает вот эта прошлогодняя связка, Алексей Каегородов в качестве ассистента и, в общем-то, за собственный момент он не рассчитывает, ну а просто, просто ситуация такова, что тренерский штаб следит за самыми разными чемпионатами не первый подобный эпизод Причем, смотрите, кто в атаке у Слава Дилаева, игрокам лучского Динамо, и здесь Ковалю приходится трудиться в поте лица Макаров шайбой с пивой к воротам он приближался искал партнеров хотел кого-нибудь наградить передачей вот, смотрите ну вот, еще немного шайба сошла тоже за собой но вот надо понять, это случайность или, может быть, это на самом деле такие хорошие навыки игры в обороне а это Микелес Редлихс с отличными навыками игры в атаке прикатил на пятачок но такое ощущение, что так и не бросил поворот я не знаю лишь почему, что там немного времени остается в Эфинсе для того, чтобы забить пока Марсов Хоса удален Кольцов шайбой на севернии и все, в полном составе Слава Дилаев и Кольцов тут тоже вдвоем прессингует Рижане и Хоса, выход 1 в 0, даже 2 в 0 Хоса пас и гол! 2-2! Рижане сравнивают счет в этом матче тут только надо выяснить, кто забил-то потому что вот первый бросок, там, в общем-то, не очень понятно то ли гол, то ли в перекладину шайба попала потом тут очевидно, что вторым броском добили, если в первый раз была перекладина ну давайте смотреть, смотрите, два человека против Кольцова тут же Хоса, и вот они втроем уже бегут и Хоса оставляет шайбу Бичевский, суд Бичевский сбросает и вот тут непонятно, да попал Бичевский с ворота или нет но если нет, то там очевидно, что вторым темпом накативший Индершей забил вот что-то не принципиально, наверное, кто забил-то, но видео-просмотр все равно назначается и суди сейчас будут определять, кто же автор шайбы а потом, да, там сначала перекладина, потом сам же после броска Бичевского то если это вот так, то значит Индершей завтра дубля ну, тут сложно, да, понять Ближане, возле ворот Славата, Индершейс, здесь Дарзинш Шевченко не удержал шайбу Шевченко, и вот это может быть опасно убегает Хартиканин, и промахивается тему Хартиканин не сумел переиграть Эдгара Масайскиса первая тройка, это так, где Дарзинш и Телесредикс сейчас именно такое сочетание было динамо с этой площадкой, на этот момент, когда Хартиканин отобрал шайбу Шевченко, но вот не попал он в ворота ну, когда есть свободные места, можно и полежать, да в случае скажу, что если у нас матч заканчивается в основное время победой и какой-то из команд Улиты, все равно опасный момент, еще один, не получилось толком бросить Хоси ну, может быть, это и как раз еще более опасно вышло, а вот сейчас шайба влетает в ворота 3-2, Рижане выходят вперед 2 шайбы в третьем периоде и вот уже динамовцы впереди с передачи Петра Счастливого Марсел Хоса становится автором этой шайбы но вот видите, я обращал ваше внимание на то, что Индершис и Счастливый поменялись местами пошли последние 2 минуты третьего периода Салават проигрывает 2-3 и Салават, естественно, сейчас будет штурмовать ворота Масайскис уже лежа на спине продолжает бороться продолжает ловить шайбу еще бросок шайбы на пятачке там потеряли ее все из вида, но нашли нашли первые мережания отбросили подальше от своих ворот и Салавату приходится снова откатываться на свою половину поля 3-2, Рижская Динамо одерживает победу благодаря дубле вот этого парня 70-й номер Микс Индершис который, не знаю, вынужден ли, не вынужден, но, в общем, занял позицию центрального нападающего возможно, в сезоне я не знаю спасибо за такое спасибо за просмотр! Продолжение следует...